Узнаете меня? Как меня зовут, скажите? Это же я, Зак. Всем снова привет. Меня зовут Зак. Да, это я. А передо мной игра под названием Assassin's Creed 2. И вы попали на рубрику под названием Эксперименты. Сегодня я продолжаю экспериментировать в ней и посмотрим, что же будет, если... Что же будет, если... На миссии Клауди, когда мы деремся с ее бывшим любовником, его зовут Дуччо, да, если я ничего не путаю, этого парня зовут Дуччо, нам нужно надрать ему морду, потому что он оскорбляет чувства нашей сестры Клауди. И после этого я бы хотел посмотреть, куда он уходит. Это суть сегодняшнего эксперимента. Я продолжаю экспериментировать с залпом. То есть я только что, вот, недавно отснял эксперимент, где мы пробовали заранее собрать перья для Петруччо. Вот он еще тут стоял и каждый раз говорил, эй, Эдсо, сюда! В общем-то, мы проэкспериментировали и попробовали заранее собрать перья для Петруччо. Вдобавок, там мы еще по-быстрому немножечко проэкспериментировали на дополнительном задании. Вот, это было все в одном эксперименте, и он получился весьма интересным. Если не смотрели, то посмотрите. Я продолжаю, я все в этих же очках, я все в этом же берете, я все в этой же черной одежде, как монах. Самый настоящий, под стилистику Assassin's Creed 2. Очень круто выгляжу под вот эту вот стилистику, как бы, под атмосферу игры. Но с другой же стороны, смотрите, здесь очень много дворянинов, не крестьян обычных, а именно очень много дворянинов, которые очень даже так элегантно одеты. Вы посмотрите, очень даже стильно и элегантно. То есть, я даже, даже я по сравнению с ними, это так. Ну, крестьянин, просто крестьянин и все. А эти очки откуда-то взял? Откуда в 1476 году очки? Ну, я не знаю, были ли там очки вот у них в 1476 году? Это ведь все 1476 год? Если вы смотрели одни из первых экспериментов, то наверняка помните, что когда вот мы только-только появились здесь на миссии мальчишки, по-моему, третий эксперимент по счету, там нам показывали Флорентийская Республика, 1476 год. Я до сих пор помню. Хотя уже прошло весьма много времени реального. То есть, у меня сейчас 10 вечера. А это было где-то днем. До сих пор помню. Так, слушай сюда ты. Может быть, хватит уже тут мне хамить? Бывает, с кем не бывает. Короче, ладно. Погнали уже проходить миссию. Как вы помните, нам открылись три миссии после того, как мы прошли миссию от отца. Под названием посыльный нам открылись три задания. Петруччо от матери, и от Клауди, от сестры. А также там была одна дополнительная миссия, которую мы тоже прошли. Соответственно, у нас тут сейчас осталась миссия от матери и миссия от сестры, от Клауди. Нам сейчас нужна миссия от Клауди. Давайте начнем. И посмотрим сцену. Эй, Клауди, как дела? Бена. Что случилось? Это Дучо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет. Ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Сейчас мы его. Сейчас мы его накажем. Расплата за измену. Миссия называется. Найдите и накажите Дучо. Погнали. Контрольная точка достигнута. Написано, найдите Дучо. Вперед. Вперед. Можно было бы, конечно, посмотреть, что будет, если заранее туда прийти. Но... Ладно, не будем заниматься уж прям, ну, такими глупостями. Ну, очевидно же, что его там не будет. Скорее всего, он появляется только, когда мы смотрим сцену с сестрой. С Клауди. И только после этого можно сюда вот прийти. И он там, скорее всего, будет. Вон он, вон он, вон он! Я его отсюда вижу. Офигеть. И то мне казалось, что его тут не будет. И как бы... То есть... Только после сцены он появится, мне казалось. То есть даже если как бы мы придем... Повглядимся туда вдаль. Мне казалось, его там не будет. Но вон он, смотрите. Он там стоит просто. Он просто там стоит. Так. Опа. У нас гости. А что будет, если мы сейчас спалимся и подойдем? И запустится ли сцена? Потому что обычно, когда на нас кто-то сагрился... Нам надо стать инкогнито. Иначе сцены и миссии не будут запускаться. Но вот смотрите, у нас сейчас целый отряд стражей за нами гонится, да? Не стражей, а просто каких-то челов. И запустилась. Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее. Амор и мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О! Бербанте! Пойдем, погуляем. О! У меня на уме кое-что другое. О! Дуча! Эй, ты! Свинья! Эй! Эцио, друг мой! Получай! Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты... подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Так. Ладно. Началась миссия. Написано, побейте дучу. Опа! А вот эта куда пошла? Слышь, ты! Толстух! Стоять! Она даже не реагирует на нас. Ребята, так это целая тема для эксперимента. Можно проследить еще и за ней. Ну, секунду, сейчас посмотрим. Держись подальше от моей сестры! Позор! Позор! Понял? Вот так-то. А, доступны драки. Видимо, какие-то новые миссии, да? Смотрите, вот, миссия завершилась. Ой-ой-ой, тут люди в Ере паццы. И, смотрите, и Толстука куда-то пошла, и Дуччо куда-то пошел. Эй, Поз, а ну вернись, ты! Мы с тобой не заканчили. Давайте догоним его. Короче, это суть сегодняшнего эксперимента. Попробуем проследить за Дуччо. Попробуем проследить за Дуччо. Посмотрим, куда он идет. И, напоследок, если вдруг он будет наматывать круги в очередной раз, то попробуем его нейтрализовать. Наверное, в следующем эксперименте попробуем проследить за вот этой вот его женщиной, вот этой вот, с которой он только что там обнимался. Попробуем за ней тоже проследить. И посмотрим, куда она нас тоже приведет. Но это уже в следующем эксперименте будет, не сейчас. Сейчас нам нужен Дуччо. Let's do this. Come on. Вдобавок, они еще, смотрите, они ведь еще и оба идут в каком-то одном направлении. Неужели они не разделятся? Прям... Вы посмотрите, прям друг за дружкой идут. В одном и том же направлении. Они прям... Прямо, знаете, как по следам идут. Вот если бы тут был снег, и следы бы оставались. Они прям как по следам идут. Но нет, смотрите, они разъединились, разъединились. Интересно. Это что, на ушках? Ну нет, ну нас еще никто не спалил, поэтому надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным. Такс. Аккуратненько. Поднимаемся на... Опа, опа, опа. Ну я, конечно, понимаю, что тут целая толпа на нас встала смотреть. Поэтому он тоже среагировал. Хотел только что посмотреть назад. Но он нас не увидел. Поэтому движемся дальше. Ну что, ребята, 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 куда же он нас приведет? Да что, мы следим за тобой. Ты у нас на мушке. Ну у нас нету мушки никакой, никакого пистолета у нас нету. Но... Ты у нас в поле зрения. Нашем. Так что... Следим. Так. Опа! Привет, дучо. Это не я. Меня зовут не Эцио. Меня зовут не Эцио. Зачем ты идешь ко мне? Броу! Подождите, мы его потеряли? Нет? Нет, он идет сюда. Короче. Не знаю, он что-то среагировал на то, что вот мы там уронили вот так вот. И вот еще можно вот так вот сделать. Он, короче, среагировал тоже. И пошел в нашу сторону. Давайте спрячемся. Так. Это обходный маневр. Он, видимо, спалил нас и уже решил пойти не туда, куда он изначально и хотел. А он уже такой, типа, понял. А, за мной следит Эцио. Что он хочет? Надо, видимо, спрятаться. И решил нас обмануть и пошел в какую-то другую сторону. Походу. Ну, я не знаю. Давайте следить дальше. Так. Аккуратно. Аккуратно. Он еще там кашляет. Он еще что-то тут кашляет. Давайте немножечко сзади незаметненько подкрадемся к нему. Можно его ограбить. Давайте попробуем. Оп. Тут денег нет. Я уже, видимо, ограбил. Или крестьянин слишком... Слишком бедный. Опа. Ты что? А, мужик, попутал что ли? Это свидули. Фу, как не стыдно. Я не знаю, у него были деньги или что это такое? Ну, вот у этого 10 центов. Доча, иди сюда. Сколько у тебя денег? Бабки гони. 5 центов? Я вообще не думал, что у него деньги будут. 5 центов. Как вам не стыдно. Что? Он еще и на нас сагрился? И у него еще и... Смотрите, у него не просто как у обычного какого-то... Папах... Прохожего. У него не просто как у обычного какого-то прохожего... Как бы, ну, сагрился и сагрился. Он именно бежит за нами. И у него еще и красная вот эта вот стрелочка над головой. О-о-оу, Дучо, Дучо. Полегче, полегче. Ты что там вытворяешь? Вы только посмотрите, что он делает. Он... Он метает в нас камни. Твою мать. Я чуть не грохнулся, Дучо. Спокойствие. Спокойствие. Только спокойствие, Дучо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Блин, сколько можно-то камни кидать? Ну, я, конечно, все понимаю, но... Уже окей, ну, он уже попал. До свидания. Блин, это вот и не туда прыгнул. Давайте посмотрим, он нас достанет здесь. Он нас достанет? Серьезно? Я вам, ребят, говорю, это не просто какой-то там... Вы знаете, обычно вот... Если ограбишь простого какого-то прохожего, то они на нас сагрятся, да? И как бы, ну, глобально они... Ну, особо бегать-то и не будут за нами. И уж тем более они не будут залазить на крышу. А этот чертила, вы посмотрите, что он вытворяет. Вы посмотрите, что он вытворяет. Он за нами бегает даже. Аж на крышу. Он аж на крышу поднялся. Бежим! Бежим! Так. Дучо. До свидания, мы с тобой уже порешали. Ты хочешь еще получить, что ли? Еще хочешь получить? Пока. Все, отвянь. Браток, я всего лишь хотел за тобой проследить. Зачем так грубо? Надеюсь, он не кинет ничего. Что он там делает? Он просто встал и все. Нифига он паркурит. Вот, это да. Так, давайте как-нибудь вот так встанем вот здесь вот. Он, смотрите, он немножко застрял. И что, он прям подбежит к нам, да? И будет нас лупасить? Интересно, он может нас убить? А, все, он нас потерял. Смотрите, он нас потерял, он на крыше. Он на крыше? Что? Я думаю, он хоть... Хотите сказать, он просто сейчас спустится и все. Разработчики, Ubisoft. Ну, так не делается. Слишком просто и слишком скучно. Было бы круче, если бы он продолжал по крышам бегать. Непорядок. Ладно. Тут еще какие-то сундуки с деньгами. Нам они пока что не интересны. Мы, смотрите, куда дошли. Мы дошли до мастерской Леонардо да Винчи. Во Флоренции. Мастерская Леонардо во Флоренции написано. А, вот она. Мы уже даже до нее дошли. И нас с ней знакомят уже заранее. Хотя, казалось бы. Казалось бы. Так, блин. Кто такой Леонардо? Мы же, по идее, на этом этапе игры даже не должны знать, кто он такой. При этом нас с ним знакомят. Уже. Ладно. Тут еще немножко люди в ере паццы. Давайте мы запаркурим на крышу. Да, чуваки. Чуваки. Как ты делаешь? Все, пока. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо, что Дуча просто ты и ты смотрит. И вот так вот под конец. Пошел вон. Все. Дуча. А вот моя встреча, блядь, с дорогой. Любезный. Ну да, все, он снова пошел дальше. Ну смотрите, ребят, он снова наматывает круги, поэтому ничего не остается. То есть он нас уже точно никуда не приведет. Ничего не остается, кроме как вот сделать так, и чтобы он на нас снова сагрился. А, он уже даже боится нас. Он уже просто испугался. Давайте попробуем его грабануть, чтобы он снова сагрился. Такой, типа, где мой кошелек? Ты! Вор! Стоять! Смотрите, смотрите, смотрите. Какой, оглянуться. Где мой кошелек? Кто это был? Чувак, вот он я. Давай еще раз возьму тебя. Что? 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 Что за... Все, он снова сагрился. Смотрите, он снова сагрился. Это очень забавно. Смотрите, за нами Дуча бежит. За нами бежит Дуча. Ему мало. Ему мало, нагоняй. Бежим. Убегаем. Блин, он нас палил. Так, ладно. Давайте вот здесь вот попробуем его нейтрализовать. А, ну, ты что? Что, все, что ли уже? Нет, не все. Понес. Понес. Ребята. Ребята, вы только на это посмотрите. Мы убили Дуча. Мы его не просто нейтрализовали. Знаете, как это бывает? Там, Эдсу, типа, нанесет несколько ударов. И чувак просто падает. Но он при этом лежит. Такой, типа, поворачивается. Такой, ааа, больно. А этот все, он просто замер. То есть, ну, давайте вот у этого чела бабки возьмем. Он сейчас на нас сагрится. И я покажу, как обычно это бывает. Как отличается нейтрализация от убийства. Так. А ну, поц. Поц. Чау. Давай. Смотрите, мы его нейтрализовали. И все, он такой, типа, валяется. Ааа. 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 Больно. Люди даже реагируют. А вот этот, он вообще просто все. Мы даже сквозь него ходим. Этот уже все. Смотрите, ему полная хана. Полная жесть. Все, он нейтрализован уже окончательно. Да уж. Вот так вот. Вот такие вот, ребята, дела. Ну что ж. Я думаю, на этом можно закончить сегодняшний эксперимент. Вот мы и проследили за Дуччо. Мы даже его убили. И выяснили все, что только можно было выяснить. Связанное с Дуччо на этой миссии. В следующем эксперименте мы попробуем снова пройти эту миссию. Но только уже посмотрим, куда уходит его женщина. Вот эта вот толстушечка. Куда же она уходит? Мы за ней тоже проследим. И что-нибудь с ней поделаем. Ну, в тот раз я ее вроде... Даже не в тот раз. В этом эксперименте я же ее ударил ведь один раз. Она даже не среагировала вообще никак. То есть, будет интересно. Все-таки обычные NPC, они... Они все-таки не будут за нами прыгать на крыше. Аж. Да? Они не будут прыгать аж на крыше за нами. Но они хотя бы реагируют хоть как-то, да? Вот. А та вообще никак не реагирует. То есть, это два каких-то сюжетных заскрипитованных перса. Которые имеют какие-то неадекватные реакции. Вот мы на них и посмотрим. Сегодня вот мы посмотрели на Дуччо. В следующем ролике посмотрим на его женщину. Но это будет уже в следующей части. Если вы эту досмотрели до конца, то напишите кодовое слово. Безумный Дуччо. Это будет кодовое слово, которое если вот именно ты напишешь в комменты, то получишь от меня лайк на свой комментарий. Большое спасибо за то, что смотришь мои ролики. И увидимся в следующих. Peace.